Задача В9 демонстрационного варианта ЕГЭ по математике 2011 год Объем первого цилиндра равен 12 кубических метров У второго цилиндра высота в 3 раза больше, а радиус основания в 2 раза меньше, чем у первого Найдите объем второго цилиндра Ответ дайте в кубических метрах Приступаем к решению задачи Конечно, чтобы решить задачу, надо ее внимательно еще раз прочитать Но начнем ее читать следующим образом Начнем записывать то, что здесь указано в дано И обозначать соответствующими буквами то, что здесь выражено Переходим к решению задачи Еще раз внимательно читаем задачу Объем первого цилиндра равен 12 кубических метров Записано это У второго цилиндра высота в 3 раза больше, чем у первого Как понятно То есть высота второго цилиндра равняется 3 высоты первого А радиус основания в 2 раза меньше, чем у первого То есть радиус основания второго цилиндра будет в 2 раза меньше, чем у первого Что я сейчас делаю? Я сейчас просто по строчкам читаю задачу на самом деле И пытаюсь записать дано Потому что здесь нам там написано Дальше После того, как я понял, что нам дано Теперь пытаюсь понять, что надо найти А найти надо объем второго цилиндра То есть в 2 Ответ дать в кубических метрах То есть в кубических метрах найти Решение Запишем определение объема цилиндра В общей формуле То есть, допустим, начертим чертеж И запишем, чему равен его объем Чертеж, он позволяет иногда лучше визуализировать задачу такого класса Та с чего Общая формула для объема Это πr квадрат Это площадь основания Ножен на высоту цилиндра Соответственно В результате чего можно записать Что Объем первого цилиндра Это будет, естественно, πr1 квадрат На h1 квадрат Объем второго цилиндра Это будет πr2 квадрат На h2 квадрат Чтобы найти объем второго цилиндра Нам надо знать как бы r2 и h2 Но у нас их напрямую не задано Нам задано следствия h1 и r1 Поэтому я предлагаю выразить v2 через r1 и h1 Зачем это? Вот небольшая ошибка, да? Я объясню даже сейчас Суть состоит в том, что нам задан объем первого цилиндра Если мы выразим объем второго цилиндра через r1 и h1 То, возможно, нам каким-то образом получится издать объем второго и первого цилиндра То есть Что я делаю? Я делаю следующее Я беру Буковки, которые даны в дано И просто подставляю Вместо, допустим, r2 То, что, допустим, у нас здесь записано Вместо r1 тоже записано у нас здесь Давайте получаем π r1 квадрат На 2 квадрат На h2 На 3 h1 То есть еще раз, что я сделал Я просто взял Вместо буквы r2 поставил вот это отношение Вместо буквы h2 вот это Но они равны, что вполне естественно То есть я пока еще ничего особо не сделал Так что, получаем, что В2 Это 3 четвертых π r1 квадрат На h1 А это В свою очередь Равняется 3 четвертых На v1 То есть В2 Это 3 четвертых От v1 Это 3 На 12 На 4 Кубических метров Это 6 Кубических метров 9 9, да 9 кубических метров И ответ Получаем 9 Еще раз хочу остановиться на том, как я решал эту задачу Я просто записал общую формулу для объема Остановился на объемах для первого цилиндра И на объемах для второго цилиндра Потом выразил v2 Через v1 Просто выразил А сделал это я за счет того, что использую эти две величины Которые даны Кстати, что я получил, что 3 четвертых от 12 9 Хотя я сказал 6 Ну Ошибки, конечно, бывают И еще Что я могу сказать по этой задаче Дополнительного Что Ее И задача такого класса Следует Всегда решать следующим образом Всегда надо написать наибольшее число формул Которые вам по этой задаче известны Ну это в целом Вообще Общий подход А потом пытаться представить Одно через другое Потому что Если, допустим, у нас есть какие-то одинаковые объекты Допустим, 20 клиндра И заданные какие-то величины То, естественно Надо пытаться, допустим, выразить Величину Объема второго цилиндра Через величину первого цилиндра Если бы, допустим, были какие-нибудь длинные стороны То, наверное, надо было бы Пытаться выразить уже эти стороны Как-то И уже, допустим, искать что-то общее Но в целом Для решения задачи Нам понадобилась всего лишь одна формула И Выражение v2 Через v1 С использованием вот этих число Потому что я просто Вот эту формулу Подставлял То, что у нас дано задачи Рожал через v1 Важение v2